Приветствую вас в новом видео и сегодня мы посетим остров Даларео, находящийся в стокгольмском архипелаге, добраться до которого можно на общественном транспорте Стокгольма, что очень удобно. Даларео имеет длинную историю. Остров был заселен с 11 века, а самые старые постройки, сохранившиеся на сегодняшний день, относятся к 16 и 17 векам. Долгое время люди, жившие на острове, занимались рыболовным промыслом, а уже в 1600-х здесь появляется таможенный пост, контролирующий трафик в Стокгольм и из него. В конце 19 века в Даларео начала перебираться буржуазия, вследствие чего здесь была построено несколько так называемых швейцарских вилл. Летом на острове начали расти летние развлечения бок о бок со старыми рыбацкими деревнями. На Даларео стали приезжать художники и писатели, которые искали вдохновение в местных пейзажах. Субтитры создавал DimaTorzok Гора Люцбериет находится в центре деревни, ее легко найти. Вид с нее просто фантастический. Гора Люцбериет Гора Люцбериет Главная улица на острове называется Удинсвэген. На ней располагаются рестораны, магазины, банк. Но лично мы по ней не прошли, потому что нас привлекли другие улочки. Субтитры создавал DimaTorzok А это хостел Лютсен. Он примечателен тем, что это самый маленький хостел в Швеции. В нем всего 8 кроватей. Предполагаю, чтобы сюда попасть, нужно делать бронь заранее. Сегодня хорошо, так что армит. На мостике очень качает, даже страшно. Немножко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Шведский старый холодильник. У нас на Виле был похожий. Сейчас здесь пусто. Я не знаю, будет ли видно, но там огромное количество людей, которые катаются на волнах с помощью ветра. Как парашютики у них такие. Я не знаю, как это называется, но их здесь огромное количество. И вот так вот. Субтитры подогнал «Симон» И вот так вот. Субтитры подогнал «Симон» А есть вот такой транспорт у них еще. Ой, 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 сейчас упадет, упадет, упадет. Стоит. А вот эти с парашютиком, вот таких там очень много. Ой-ой-ой. Офигеть. Я тоже так хочу. Офигенная дверь. Ворота такие. И въезд для машины, два колеса. Классно. Мы дошли до места, где они катаются здесь. Видно их много. А вот там они сложенные лежат, получается, наверное, да? Типа там берут их. У меня есть вопрос, как они друг друга не сбивают. Как они понимают, куда они двигаться. У них есть правила дорожного движения? Правила водного движения. Вот там человек упал. Мне кажется, что такое жесткое может быть приземление об воду, когда резко падаешь неожиданно. Надо хорошо группироваться. Нет, он должен встать на воде. Если бы он упал не рядом с водой, с берегом. Ну, встать непросто, я думаю. Я бы не смогла встать. Я бы осталась в воде. Ай, я помню. Ух, молодец. Все, видишь, не нужен ему берег никакой. Он снова на коне. Сегодня на Долярё проживает около 2000 жителей круглый год. Летом же количество жителей увеличивается в 10 раз. На острове есть три длинных песчаных пляжа, подходящих для детей. Также на Долярё есть мини-гольф, пляжный волейбол, а также красивые пешеходные дорожки. В общем, на Долярё можно провести время очень здорово. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть на этот маленький остров и погулять по нему вместе с нами. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok